1 мая 1994 года. На трассе Энца и Дина Феррари стоит мощнейший гул от болидов Формулы-1. Гонка транслируется, как обычно, в прямом эфире, комментаторы активно следят за ходом заезда. Ну, все происходит, можно сказать, в штатном режиме. Болельщики на стадионе, студии, трансляции. И вдруг случается страшное. Один из болидов срывается в повороте и на полной скорости влетает в стену. Удар настолько мощный, что осколки разбрасывает по трассе и остальные гонщики просто лавируют между ними. Следом начинается трансляция картинки с вертолета. На экранах зрители видят искореженный болид команды Уильямс. В капсуле болида находится пилот. Он не шевелится. Имя этого пилота Айртон Сенна. Сегодня мы поговорим, пожалуй, об одном из главных фанатиков скорости. О человеке, который делал все, чтобы быть номером один. Мы расскажем о том, как Сенна пришел в гонки, почему его называли Человеком Дождя и как он развязал войну против другой звезды Формулы-1 Алина Просто. И попытаемся разобраться, что же произошло в тот роковой день на трассе. Почему трехкратный чемпион Формулы-1 не смог повернуть и трагически погиб. Давайте начнем этот выпуск. Итак, легенда Формулы-1 Айртон Сенна. Чтобы разобраться, в какой среде формировался герой сегодняшнего выпуска, давайте отправимся в солнечную Бразилию 60-х. Итак, что из себя представляла эта страна и как там жили люди? В принципе, если посмотреть фотографии того времени, то все может показаться настоящим раем. В Рио проходят ежегодные карнавалы, тысячи людей загорают на пляжах, плавают в океане, играют в волейбол и футбол. Плюс ко всему, за пару лет до этого страна выиграла чемпионат мира и там высияла звезда по фамилии Пелия. Помимо футбола в Бразилии развивается и автоспорт. Строятся трассы, появляются даже школы по автогонкам и проходят соревнования. Так, к примеру, уже в 47-м году на знаменитой бразильской трассе Интерлагас проходила гоночная серия под названием Темпарада. Но как бы то ни было, спорт и красивые туристические картинки – это одно, а реальные дела внутри страны – другое. В Бразилии 60-х все было не так радужно, как на фотографиях. Во-первых, в политическом плане страна жила по принципу – революция, диктаторский режим, снова революция. И стабильности внутри страны просто не было. Во-вторых, в Бразилии сильнейший разрыв между богатыми и бедными. Все деньги страны оседают в крупных городах, вроде Рио-де-Жанейры или недавно выстроенные столицы – Бразилия. Там массово проводится застройка, развивается инфраструктура, туризм. И там по-настоящему комфортно жить. В других же городах с благосостоянием людей дела обстоят куда хуже. Классический пример – промышленный центр Сан-Паулу. В середине прошлого века туда съезжались люди со всей страны, чтобы найти себе работу и хоть как-то прокормить свои семьи. И как это часто происходит, чем больше в городе мигрантов, тем четче его можно поделить на безопасные районы. И, скажем так, не очень. Большая часть Сан-Паулу состояла из неблагополучных кварталов, населенных бедными людьми. Богачей в городе было немного, и пересчитать их можно было по пальцам одной руки. Но наша история как раз и уходит корнями в такую семью. Одной из самых обеспеченных семей в Сан-Паулу были Досилвы. Главу этого семейства звали Милтон. Он был крупнейшим землевладельцем и предпринимателем. Как бы сейчас сказали, был олигархом. Милтон женат на девушке по имени Найде Сена. И в браке у них уже есть маленькая дочь по имени Вивьен. Семья живет прекрасной жизнью и ни в чем себе не отказывает. Деньги у них льются рекой. Помимо бизнеса и денег, Милтон еще был помешан на автомобилях. Он не пропускал ни одной гонки на Интерлагасе и даже жертвовал большие суммы на развитие автоспорта. Правда, его интересы не разделяли ни жена, ни дочь. Девушек совсем не интересовали гонки. И Милтон все время ходил смотреть на заезды один и мечтал о том, чтобы в его семье появился сын, который будет разделять его интересы. Мечта Милтона сбывается 21 марта 60-го года. В семье Досилова появляется мальчик. Родители дают ему имя Айртон, а полное его имя Айртон Сена Досилова. Еще никто не знает, что этот парень в будущем вычеркнет фамилию отца, и весь мир его будет знать просто, как Айртона Сену, одного из самых быстрых гонщиков на планете. Но давайте обо всем по порядку. В 1951 году во время работы над вычислительной машиной Mark II сотрудница Бюро артиллерийских вычислительных проектов при Гарвардском университете Грейс Хоппер обнаружила первый баг. Внутрь машины непонятным образом попал мотылек и замкнул тем самым контакты одного из реле. Момент очистки компьютера в тот день был зафиксирован в системном журнале как дебайгинг, а чуть позже термин баг стал использоваться в IT для обозначения неисправности любого рода. Сегодня поиском багов занимаются тестировщики. Они ищут проблемы и ошибки на сайтах, сервисах и приложениях. От грамотного тестировщика во многом зависит качество продукта, поэтому спрос на таких специалистов растет. Они нужны практически в каждой крупной компании. Помимо высокого дохода, тестировщики получают возможность работать удаленно в комфортном графике. А для старта в профессии специалисту даже не требуется техническое образование или опыт в IT. Поэтому стать востребованным тестировщиком может каждый. Узнать больше о направлении и проверить, подходит ли оно вам, вы сможете на бесплатном курсе НИТологии «Тестировщик. Быстрый старт в IT». Во время курса вы разберетесь в функционале специалистов, в видах тестирования и даже выполните первое практическое задание. Кроме того, вы узнаете много полезной информации для поиска вакансий и подготовки к трудоустройству. Вам расскажут, как найти первую работу, в каких компаниях сейчас высокий спрос на тестировщиков и какие навыки будут полезны на старте. Если решите продолжить обучение по этой или другой специальности, сможете выбрать один из курсов НИТологии. На образовательной платформе есть курсы по самым востребованным профессиям. Над программой каждого из них работает большая команда. Авторы, методисты, преподаватели и редакторы. А кураторы оказывают поддержку на всех этапах обучения. Кроме того, НИТология помогает с трудоустройством. Специалисты НИТологии помогут сформировать портфолио, оформить резюме и подготовиться к собеседованию. Поэтому, друзья, переходите по ссылке в описании или QR-коду на экране и регистрируйтесь на бесплатный курс НИТологии «Тестировщик. Быстрый старт в IT». По промокоду Минаев вы получите скидку 45% на платные онлайн-курсы в НИТологии. Не упустите свой шанс. Айртон рождается очень болезненным и хилым мальчиком. С рождения врачи фиксируют у него проблемы с двигательным аппаратом. А когда он начинает ходить, то ему и вовсе тяжело подниматься по лестнице, чтобы подняться на второй этаж дома. Ему часто помогают прислуга или родители. Милтон тяжело переживает болезненность своего сына и тратит кучу денег на его лечение. Врачи каждый день делают ребенку массажа, растирают его, наблюдают за ним и помогают передвигаться. И спустя время результаты дают свои плоды. Мальчик с легкостью начинает самостоятельно подниматься по лестнице, бегает во дворе дома, пинает мяч и лазит по деревьям. А когда ему стукает 4 года, отец дарит ему детскую машину. И Айртон начинает гонять на ней с утра до ночи. Его просто невозможно остановить. Еще позже Милтон начинает брать сына на автогонки. Они вместе смотрят, как гонщики летают по трассе. Каждый раз, когда нужно возвращаться домой, Милтон садится за руль, Айртона усаживает к себе на колени и учит водить настоящий автомобиль. Маленького Айртона Сену начинает захватывать вождение. Но еще больше скорость. Когда приходит пора пойти в школу, то Айртона отправляют учиться в лучшую частную школу на юге города. Но каждый раз, когда он сидит на уроках, за окном он слышит рев двигателей. Дело в том, что рядом с этой частной школой для богатеньких детей находилась та самая гоночная трасса Интерлагас. И Айртон всегда ждал конца уроков, чтобы побежать к ней и наблюдать за тем, как тренируются настоящие гонщики. Иногда для этого он и вовсе сбегал с уроков, отчего учеба начала сильно хромать. Когда ему стукает 8 лет, отец записывает его на картинг. У Айртона появляется тренер, который учит его управлять небольшой, но тем не менее гоночной машиной. Он учит маленького парня правильно входить в повороты, перестраиваться на трассе, обгонять соперников. Но к официальным гонкам его не допускают из-за возраста. Мол, еще рано. Тем не менее, 8-летний парень заявляет, что как только его выпустят на трассу, он покажет всем, кто чемпион. 5 лет Айртон не пропускает ни одной тренировки. У него ноль прогулов. Он с закрытыми глазами может разобрать и собрать свой карт. За годы тренировок он выучил, из чего состоит автомобиль, и знал в нем каждую гаечку. Среди всех учеников он был самым передовым. Но в обычной школе Айртон скатился на ужасающей оценке, поскольку практически перестал в нее ходить. Найда Сена говорила, что так совсем нельзя, и нужно учиться, а не кататься на машинах. Милтон же наоборот заявлял, что парень должен стать гонщиком. Споры о будущем Айртона в семье Досилва происходили постоянно. Но тем не менее, когда Айртону стукает 13, его допускают до официальных гонок на картах. Это происходит 1 июля 1973 года. Квалификации в гонке никакой не было. Все обстояло куда проще. Каждый гонщик тянул жеребий, и кто какую цифру вытянул, с той позиции стартовал. 1 июля 1973 года Айртон Сена вытянул первую позицию, сел в свой кар, дал по газам, и показал все, чему он учился. На трассе в тот день у него не было конкурентов. Свою первую позицию он никому не отдал. Сразу же после такого успеха отец находит ему профессионального тренера. Лусио Паскале Гаскона. Гаскон учит Айртона тормозить в последний момент перед поворотами и безупречно их проходить. Плюс ко всему, он говорит Айртону, что необходимо чувствовать свое тело, контролировать его. Мол, это важно будет, когда ты пересядешь в настоящий болид. Твое тело в кабине пилота играет такую же роль, как и сам двигатель. Ты и твой будущий болид должны быть одним целым. Вы должны чувствовать друг друга и не реагировать на перегрузки. Айртон начинает качать свое тело и все дни напролет тренирует с ездием. Даже когда идет ливень и все уходят с тренировки, он просит Гаскона не останавливать его. Айртон Сена делал это с одной целью, чтобы когда на настоящей гонке пойдет дождь, он был подготовлен к мокрой трассе. В результате совместной работы с Гасконом Айртон Сена в 17 лет становится чемпионом Южной Америки по картингу. И вот в этот момент, когда Айртон радуется победе и ликует с кубком в руке, Милтон начинает сомневаться в будущем сына. И вот почему. Милтон стареет и понимает, что весь бизнес нужно передавать дальше. Кто-то должен управлять активами семьи. А Айртон идет по пути гонщика, и не факт, что у него все получится. Спорт дело такое. Сегодня ты на пьедестале, а завтра у тебя травма, и ты никому не нужен. Милтон, который делал все для того, чтобы Айртон стал гонщиком, начинает переживать за будущее семейного бизнеса. В итоге между отцом и сыном происходит серьезный разговор. Айртон говорит, ты же хотел, чтобы я был гонщиком, вот я и делаю это, и у меня все получается. Плюс ко всему мне это нравится. Милтон не напирает, но говорит, что лучше бы, конечно, все эти гонки совмещать с учебой. И в результате Айртона заставляют поступить в колледж. Три месяца он учится на предпринимателе, но в конечном итоге не выдерживает, бросает учебу, собирает вещи и уезжает в Европу, в Англию. Спустя много лет во многих интервью Сена будет вспоминать этот эпизод и говорить, что этот шаг ему дался с трудом, поскольку каждый день он сильно скучал по сестре, младшему брату, родителям и в целом по Бразилии. Он понимал, что в Европе большие гонки и лучшие команды, но он никогда там себя не чувствовал своим. Плюс ко всему, он не мог преодолеть языковой барьер и часто сталкивался с тем, что не мог правильно даже изъясниться. Ну и вишенки ко всему в Англию праворульной машины. В общем, переезд Айртону дался очень-очень тяжело. Но среди всего этого бедолама и скандалов, переездов и страданий Сена умудряется устроить свою личную жизнь. В 81-м году он женится на своей подруге Лиллиан Довашканцелуш Соуза, а еще позже попадает в команду Ван Диман, которая выступала в молодежной серии Формула Форд. Глава команды Ральф Фермен позже скажет, «Я был наслышан об этом бразильце, мне о нем говорили. Я всегда ждал, когда он переступит порог моего офиса». Узнав о том, что Айртон в Англии подписался с командой и продолжает путь гонщика, отец в очередной раз закатывает истерику и просит сына вернуться на родину. Айртон едет в Сан-Паулу, где отец всячески отговаривает его от гонок. Милтон просит завязать с этим спортом и срочно заняться семейным бизнесом. Происходит большой семейный скандал, после которого Айртон возвращается в Англию и требует от команды, чтобы впредь его имя записывали не как Айртон Сена-Досилва, а просто Айртон Сена. Из своего полного имени он навсегда вычеркивает фамилию отца. Сам же он позже скажет, что Досилва настолько распространенная фамилия, что он просто не хотел сливаться с остальными. Но по другой версии, сделал Сен это из-за того, что сильно был взор на своего отца. Но давайте вернемся к гонкам. Первую гонку в формуле Форд Айртон Сена заканчивает пятым. Для него это удар, который он с трудом переживает. Дома его успокаивает жена, но сам Сена в бешенстве, что не смог прийти первым. Вторую гонку он приходит третьим. Он уже на пьедестале, но все равно считает это поражением. И вот наступает третья гонка. Она проходит в Брэнс Хэтче. Сена садится в свой болид, и внезапно на старте с неба начинает идти дождь. Самая опасная и непредвиденная для любого гонщика. Но когда начинается гонка, Сена под ливнем показывает все мастерство, которое оттачивал во время тренировок под дождем. Сена уходит в отрыв и оставляет всех позади себя. На мокрой трассе он идеально проходит каждый поворот и заканчивает гонку первым. На финише к нему бежит вся команда вместе с женой. Они вытаскивают его из болида и начинают подкидывать. Вы никогда не узнаете чувство гонщика, выигравшего гонку сразу после финиша. Шлем скрывает чувство, которое не поймет никто. После той гонки одни Айртона Сену окрестили волшебником, другие же прозвали Человеком Дождя. А всеобщее внимание со стороны менеджеров команд к персоне Айртона Сены начинает возрастать. Для самого же Сены та победа становится не просто победой в гонке, но и психологической. После двух поражений он, наконец, финишировал первым. И все следующие гонки он завершает так же. Карьера Сены начинает стремительно идти вверх. Его приглашают в Формулу 4 2000, и в 1982 году Айртон Сены выигрывает чемпионаты Европы и Великобритании. А годом позже его переводят в Формулу 3. И он в ней тоже становится чемпионом. Из 20 гонок в 13 он финишировал первым. И вот после такого оглушительного успеха Сеной стали интересоваться команды из Формулы 1. В этом месте хочется сделать отступление и сказать пару слов о манере пилотирования Сены на трассе. Что же делало его таким уникальным? Вообще существуют два подхода к управлению болидом. В одном случае пилот высчитывает, как лучше поступить в той или иной момент и делает все с технической точностью. А в другом он просто чувствует машину. Сены принадлежал ко второй категории. Гоночный болид для него был второй кожей. Инженеры команды как один отмечали, что с Сеной очень комфортно работать. Он сидел с ними часами, ковырялся во всех запчастях и разбирался, что к чему. Поэтому мог максимально четко и внятно объяснить механикам, что и где в настройках стоит изменить. Вместе они дорабатывали машину до идеала. Еще один ответ на вопрос, почему гонки с участием Сены всегда смотрели миллионы. Это скандалы и аварии. Аэртон не то, что не боялся столкновений с другими болидами, он сам их провоцировал. Бразилец специально создавал аварийные ситуации и потом оставлял сопернику выбор. Отъехать и уступить трассу или же столкнуться. Очевидно, почти все выбирали первое. Пилоты просто пугались, когда видели, что к ним приближается желтый шлем. Любовь к своему делу вот что отличает успешных предпринимателей. Ведь действительно качественным любой продукт может стать только при особом подходе к построению процессов внутри компании, к сотрудникам и, конечно, к клиентам. Именно поэтому один из самых надежных банков Сбер создает для предпринимателей удобные и технологичные сервисы, которые помогают оптимизировать работу и сконцентрироваться на действительно важном. И для того, чтобы поддержать тех, кто развивает свое дело, в этом году Сбер впервые проводит премию «Любимый малый бизнес». Принять участие могут представители из семи категорий. Ресторанный бизнес, гостиничное дело, сфера красоты, розничная торговля, инновационный бизнес, производство и молодой предприниматель. Регистрация продлится до 25 февраля, а победителей наградят 5 апреля в Москве на одном из самых ожидаемых ивентов года. Всех, кто успеет зарегистрироваться, ждут привилегии от банка и компаний-партнеров. Например, аккредитив за 1 рубль. А победители получат бесплатное обслуживание расчетного счета в банке на 5 лет, беспроцентный эквайринг и еще множество полезных для бизнеса бонусов. Поэтому, друзья, не упустите свой шанс на победу. Пройти регистрацию для участия в премии «Любимый малый бизнес» от Сбера можно по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Переходите прямо сейчас. Итак, с Сене сыпется предложение со стороны разных команд из Формулы-1, но каждый раз все заканчивается одной проблемой. У команд Формулы-1 уже были подписаны соглашения с другими пилотами, и Сена должен был сидеть на замене и ждать, пока руководство примет решение о том, чтобы кого-то снять, а на трассу выпустить Сену. А Эртона это не устраивало, поскольку ждать он никого не собирался, а хотел сразу принимать участие в гонке. Большинство команд ему не давали гарантии, что сразу же выпустят его, но нашлась одна, которая заявила, что готова пойти на это. Это британская начинающая команда «Толман», и именно с ней Айртон Сена заключает контракт. Первые годы Сена в Формуле-1 совпали с появлением турбомоторов. После тренировок на болидах с такими двигателями Айртон даже придумывает одну хитрость, чтобы быть быстрее остальных. Все пивоты, когда подъезжали к поворотам, нажимали на тормоз, проходили поворот и вновь вставали на газ. Из-за турбины разгон был очень долгим. Что делает Сена? Во время прохождения поворота бразилец начинает часто бить по педали газа. Тем самым он не позволял турбине сильно замедлиться, а наоборот давал ей вращаться без ускорения. И когда он выходил из поворота, оставалось только дать газа, и болид пулей улетал по прямой, пока остальные начинали только разгоняться. В первом своем сезоне в Формуле-1 Сена сразу же начинает показывать мастерство на трассе, но были два нюанса, с которыми приходилось мириться. Во-первых, болид Толман был слабее, чем у других команд. Ну а во-вторых, в Формуле-1 принимали участие пилоты, чей опыт в гонках был побольше, чем у Сена. Но тем не менее, Сена на своем болиде пытается сделать все, чтобы вырваться на пьедестал. И первая его супер-битва в Формуле-1 случается в дебютном сезоне 1984 года. Гонка проходит в Монако. Это знаковая трасса для всех участников Формулы-1. Она считается одной из самых опасных. Пилоты гоняются по узким улочкам, и права на ошибку там нет ни у кого. Небольшая ошибка, и машина окажется в стене. Тем не менее, именно в Монако Сена во время гонки сидит на хвосте у звезды Формулы-1 просто. Болид Сена слабее, но бразилец делает все возможное, чтобы вырвать победу. Внезапно с неба начинает идти дождь. Это знак для Сена. Еще немного, и он покажет всем человека дождя. Но происходит следующее. Организаторы понимают, что ливень во время гонки в Монако это большой риск. Каждый может закончить гонку просто в больнице. И дирекция принимает решение срочно остановить заезд. Сене дает второе место. Он в бешенстве выскакивает из болида и заявляет, что нужно было продолжать гонку. Все были в одинаковых условиях на трассе, и что до остановки он выигрывал просто 2 секунды. Сена пытается оспорить результаты, но ничего не получается. Он второй, Ален Прост первый. И никто даже не предполагает, что соперничество между этими двумя пилотами станет одной из самых больших битв в истории Формулы-1. И мы обязательно об этом поговорим чуть позже. В дебютном сезоне Формулы-1 Сена дважды поднимается на пьедестал, но на высшую ступень попасть не получается. По итогу в чемпионате он занимает всего 9 место. Однако молодую звезду быстро приметили в других командах. В 1985 году его подписывает команда Lotus, у которой прекрасная техника, быстрый болид и больше возможностей. С командой Lotus Сена побеждает в Гран-при Португалии и делает это невероятно красиво. В гонке бразилец собирает так называемый большой шлем. Это полпозиции на старте, лидирование на каждом круге Гран-при и лучший круг гонки. В этом же сезоне Сена выигрывает и Гран-при Бельгии, но главным разочарованием для него становится второе место на трассе в родной Бразилии. Ему было важно победить у себя на родине, но у него не получается этого сделать. Тем не менее, в чемпионате Сена с 9 место перемещается уже на четвертое. Он все ближе к пьедесталу. Сена начинает еще больше тренироваться и даже учится медитировать. Помимо контроля за телом, он хочет научиться управлять своей энергией в болиде. Из-за постоянных тренировок у него рушится семья. Жена подает на развод и позже заявляет, что Айртон все свое время уделял только гонкам и тренировкам, а не личной жизни. Даже когда были свободные дни и они были вместе, его будто бы не было рядом с ней, он продолжал находиться на трассе. Но несмотря на развод и переживания, связанные с ним, Сена в следующем сезоне выигрывает гран-при в Монако, а затем берет гран-при США. Его имя начинает греметь по всему миру и спортивные журналисты пишут, что этот молодой бразилец все ближе к тому, чтобы стать первым. Но Сене не удается этого сделать. Сезон он заканчивает на третьей позиции. Сена считает это поражением и начинает винить во всем болид и технику. Мол, у других команд моторы сильнее и с этим он ничего не может поделать. Ему только остается надеяться на чей-то промах. И вот когда Сена находится в депрессии из-за третьего места, к нему приходят представители команды Макларен и предлагают контракт. Айртон долго раздумывает, взвешивает все за и против, тестирует их болид и понимает, что на нем он может стать номером один. В 88 году Айртон Сена присоединяется к Макларен. Что примечательного в этой истории? Еще одним пилотом этой команды был тот самый прост, на хвосте которого Сена висел под ливнем в Монако. И теперь они в одной команде. Давайте немного расскажем о том, кто такой Ален Прост и почему он так не прост. Ведь именно против него Сена и развяжет настоящую войну. Что за история Алена Прост? Прост родился в 1955 году в небольшом городке на севере Франции. В достаточно раннем возрасте стал интересоваться спортом. Он занимался и рестлингом, и посещал атлетические занятия и играл в футбол. И, собственно, свое будущее Прост видел на футбольном поле. Пока в 14 лет не открыл для себя картинговые гонки. После этого Прост понял, что его настоящая страсть это скорость. Он начал активно заниматься картингом, изучать гонки, участвовать во всех соревнованиях. А в 19 лет Прост отправился в профессиональную гоночную школу, окончил ее в числе лучших и попал в формулу Рено. Спустя год он стал чемпионом, а после выиграл в формуле 3. И вот в 1980 Прост дебютировал в формуле 1 и получил прозвище профессор. Поскольку почти наизусть знал каждый участок трасс, отличался аккуратным стилем пилотирования и относился к той категории гонщиков, которые просчитывают каждый свой шаг во время заезда. А к 1988 году Аллен Прост уже являлся однозначным первым номером в формуле. Пока его партнером по команде не стал Айртон Сенна. Итак, в команде появились два выдающихся гонщика с абсолютно разным подходом к гонкам. Для наглядности их двух можно сравнить с тем, как если бы в году так 2015-м Криштиану Роналду и Лионель Месси оказались в одной команде. И тут два варианта развития событий. Или они сработаются и будут играть на результат команды, либо же будут доказывать, кто из них круче. Предугадать невозможно. И вот Сена и Прост стартует в новом сезоне в составе одной команды. Макварен. Что примечательно, сезон начинается в Бразилии на родине Сена. Для него очень важно победить именно там. Он должен стать национальным героем, как пиле. Он хочет флаг своей страны поднять в Сан-Паулу. Но Сена уступает в гонке. Первым приходит тот самый Ален Прост. Айртон Сена в очередной раз проигрывает заезд на родине и начинает ненавидеть Просто. После поражения на родине Сена отвечает Просто. Это происходит во время проведения Гран-при Сан-Марина. Сена выигрывает гонку, а руководство команды просто ликуют, что их пилоты никому не оставляют шансов. Журналисты же отмечают, что Сена и Прост на трассе соревнуются только друг с другом. И это начинает походить на настоящее противостояние. Следующий этап проходит на легендарной трассе в Монако. Айртон Сена лидирует со старта. Тысячи зрителей видят магию волшебника в прямом эфире. Круг за кругом Сена не сбавляет темп и увеличивает преимущество. Остается всего чуть-чуть до заветного финиша, и Сена победит в трудном заезде. Но за несколько кругов до конца Айртон Сена внезапно вылетает с трассы и вырезается в барьер. В прямом эфире он выскакивает из своего болида и разъяренно идет в сторону боксов, а Ален Прост заканчивает гран-при первым. Что происходило с Сеной в боксах и в каком состоянии от поражения он пребывал? История умалчивает, однако журналистам он заявил, что слишком сильно поверил в себя. Расслабился за несколько кругов до финиша и прииграл. И обещает, что такого больше не повторится. В 1988 году Макларен строит не болид, а настоящего гоночного монстра. В нем стоит самый мощный двигатель на решетке от Хонда. Инженеры сделали совершенные шасси, а управлять этими болидами будут лучшие гонщики времени Айртон Сена и Ален Прост. Как результат, в сезоне 1988 года команда Макларен Сена и Простом из 16 гонок выигрывают 15. Но кто же будет чемпионом? Прост или Сена? Когда Формула-1 приехала в Японию по сумме лучших финишей, Айртон отставал от француза на 5 очков. Чтобы получить свой чемпионский титул, Сене необходимо было победить. И вот они выходят на гонку. Все журналисты в ожидании битвы. Болиды выстраиваются перед стартом. Гаснут огни, и машины срываются с мест. Все, кроме Сена. Весь мир в прямом эфире видит, что что-то происходит с его болидом. Он заглох. Пока Сена стоит на месте, просто уже далеко в отрыве. Комментаторы не понимают, что происходит с Айртоном Сеной. Он продолжает находиться на месте. Но неожиданно для всех Болид все же начинает движение. Еще через несколько секунд разгоняется и затем начинает просто лететь. Правда, за это время первое место Сена на старте стало уже 14. Он в конце. Ему нужно сделать просто какой-то невероятный прорыв, в коих Формуле-1 еще не было. На первом же круге бразилец отыгрывает 6 позиций. Он идеально движется, но все еще далеко от первого места. После третьего круга Сена и вовсе доезжает до четвертой позиции, но просто другие по-прежнему впереди. И вот тут, словно по голливудскому сценарию, происходит следующее. С неба начинает идти дождь. Происходит это на тринадцатом круге. Все пивоты срочно останавливаются на питстопах, чтобы переобуться в дождевую резину. Сена же пропускает питстоп и несется на обычной резине по мокрой трассе. Все понимают, что это просто какое-то сумасшествие. Но только не Сена. Он прекрасно знает свою силу на мокрой трассе. К двадцатому кругу Сена садится на хвост просто, а на двадцать седьмом круге обгоняет его и выходит на первое место. Однако отрыв минимальный, просто может присчитать любой выгодный поворот и обогнать нашего героя. Но под конец гонки вновь начинает идти дождь. И тут Сена в очередной раз всем показывает человека дождя. Он топит по мокрой трассе и создает весомый отрыв. На пятьдесят первом круге Сена видит клетчатый флаг и заканчивает гонку первым. Он побеждает восьмой раз в сезоне и впервые становится чемпионом Формулы-1. В Болиде бразилец плачет от счастья, а на подиуме оборачивается в национальный флаг и обливается шампанским. На пресс-конференции после гран-при Сена заявляет, что во время гонки видел Бога и что именно он помог ему победить. И вдруг я понял, что в сознании нахожусь не за рулем, я ехал по инстинктам и находился словно в другом измерении. Айртен Сена превращается в звезду Формулы-1. И тут хотелось бы сказать, что и в национального героя тоже. Но не все так просто. В Бразилии уже был свой гоночный герой и звали его Нельсон Пике. До Сена он трижды был чемпионом и считался одним из самых успешных гонщиков в истории. И казалось бы, здесь должна быть такая красивая история из серии. Опытный Нельсон Пике поздравляет молодого Сену с победой, называет его своим преемником и просит всех поддерживать его. Но этого не случается. Пике терпеть не мог Сену и во всех интервью отзывался о нем, мягко говоря, плохо. В итоге ненависть Пике к Сене дошла до того, что после победы второго Пике и вовсе начал распускать слухи о том, что Айртен Сена гей. И всячески пытался хохмить над ним. Но наш-то герой тоже парень непростой. На все высказывания в свой адрес он отвечает Пике еще жестче. Айртен Сена заявляет «Я иногда сплю с твоей женой. Какой же я гей? Так что не тебе говорить о моей личной жизни». В общем, в публичном поле Сена воюет с Пике, а на трассе с Аленом Простом. Внутри же команды Макварен многие стали понимать, что отношения между Сеной и Простом накаляются все сильнее. И руководство команды в новом сезоне заставило пилотов пойти на соглашение, которое подразумевало, что ни один из них не будет мешать другому на трассе. Никаких подрезаний. Это командная игра, а не личные счеты. Но соглашение это было нарушено. Айртеном с Сеной. В итоге в Макварен началась открытая война между пилотами. Боксы команды разделились на два лагеря, каждый из которых работал на своего пилота. Между двумя частями гаража даже вешали ширмы, чтобы закрыться от конкурента. Босс Макварен Рон Денис смотрел на все происходящее и пытался примирить пилотов, но ничего не работало. Дуэль с Сеной и Просты невозможно было остановить. Переставали работать все соглашения и штрафы. Новый сезон 1989 года в очередной раз проходит под лидерством Сена и Просто. На трассе эти двое открыто воют друг с другом. Но француз в личном зачете идет на первом месте. Сене же, чтобы стать двухкратным чемпионом, нужно было выиграть две последние гонки в Японии и Австралии. Руководство Макварен понимает, что конкуренция между Простом и Сеной уже настолько на грани, что на трассе может произойти все что угодно. Рон Денис делает еще одну попытку поговорить с пилотами, чтобы успокоить их перед финальными гонками. Но Прост заявляет следующее. Я всегда пропускал Айртона, когда видел, что он целенаправленно идет на столкновение. Тем самым я отдавал ему победу. Больше такого не будет. Нет никакой командной игры. Каждый сам за себя. И вот в таком состоянии Макварен отправляется на гран-при Япония. Предпоследняя гонка в сезоне. По очкам просто нужно выиграть всего одну гонку. Сене же необходимо выиграть обе. По итогам квалификации в Японии Айртон Сена оказывается на поле. То есть на первой позиции. Алин Прост начинает гонку вторым. Обстановка накаляется. Ведь если Сена проиграет здесь, то титул автоматически достанется французу. На старте гонки Прост вырывается вперед и не отдает лидерство Сеня. К сороковому кругу бразилец догоняет Таллина и пытается сделать его на повороте. Но не получается. Прост слишком техничен. На сорок шестом круге Сена вновь пробует обойти просто. На торможении он оказывается внутри виража как раз в том месте, где Прост начал поворачивать. И внезапно их болиды сталкиваются. Прост выбывает из гонки, болиджи Айртона Сены поврежден меньше и он может продолжать гонку. Но Сена застревает на обочине. К нему несутся маршалы, помощники в гонке, и пытаются вытолкнуть его болид обратно на трассу. Спустя минуту бразилец выезжает на трек, жмет на газ, вырывается на первое место и выигрывает гран-при. Но церемонию награждения откладывают. И вот по какой причине. Прост отправился в судейскую комнату и там просил наказать Сену за столкновение. Судьи долго думают, совещаются, а затем признают столкновение гоночным инцидентом. Но находят другой, куда более страшный повод наказать бразильца. Они отмечают, что Сена якобы срезал один поворот, поэтому его следует и вовсе вычеркнуть из протокола этой гонки. Таким образом, Айртон Сена теряет шансы на чемпионство и титул автоматически достается просто. Сам же француз после этого публично заявляет, что с Сеной невозможно находиться в одной команде, поэтому он покинет Макварен по окончании сезона. От такого заявления в удивление приходит уже глава команды Макварен Рон Деннис и становится на сторону Айртона Сена. Деннис отправляется в апелляционный суд Международной автомобильной федерации, пытается оспорить результаты гран-при Японии и доказать, что судьи зря наказали Сену. Деннис упирает на то, что многие пилоты возвращались в гонку со срезкой, поэтому наказание следует отменить. Более того, Деннис намекает судьям, что в столкновении в Японии виноват не Сена, а Ален Прост. В ответ юристы Международной автомобильной федерации, которые отстаивали решение судей, заявляют, что Сена постоянно провоцирует столкновение и очень часто попадает в аварии. Поэтому дисквалификация это решение по сумме проступков. Суд оставляет наказание в силе и даже ужесточает его. Штраф команде в 100 тысяч долларов и лишение Сена гоночной лицензии на полгода условно. И тут в публичное поле выходят уже сами пилоты. Прост и Сена. Прост благодарит автомобильную федерацию за трудные, но справедливые решения и в очередной раз заявляет о том, что Сена сумасшедший и гоняет не по правилам. Сена же отвечает по-своему и говорит следующее. Мне тяжело смириться с ролью гангстера на трассе, но я гонщик и я буду сражаться дальше. В общем, вот в таком скандале Прост стал чемпионом 89 года, Сена же вторым. Оба пилота ушли в межсезонье, чтобы немного выдохнуть. Айртон отправился в Бразилию и старался как можно больше времени проводить с семьей. Он помирился с отцом и ходил с ним на рыбалку, а с друзьями катался на водных лыжах. Ален Проже сдержал свое слово и покинул Макларен. Прост присоединился к Феррари. Знаменитый и на данный момент самой титулованной команде в истории Формулы-1. Но пилоты Феррари к тому моменту не брали чемпионство уже почти как 10 лет. И вот начинается новый сезон. Теперь битва не просто между Сеной и Простом, но и между командами Макларен против Феррари. Первую гонку сезона выигрывает Айртон Сена. Дальше в календаре стоит родная для пилота Бразилия. Сена мечтает выиграть именно это гран-при. Как мы уже говорили ранее, ему важно стать первым у себя на родине. Но Айртон Сена в очередной раз проигрывает битву в Бразилии и уступает победу Алену Просту. От этого Сена начинает бомбить еще сильнее. Мы не будем в подробностях рассказывать о каждой гонке сезона 90-го года, так как на это уйдет очень много времени. А скажем одно, к концу сезона Сена шел на первом месте, а впритык к нему шел Ален Прост. И если годом ранее Сене нужно было по количеству очков обойти просто, теперь же все обстояло наоборот. И что удивительно, судьба чемпионства вновь должна разрешиться на трассе в Японии. Весь мир прикован к телеэкранам, комментаторы в ожидании финальной битвы сезона. Сена выигрывает квалификацию и становится первым на старте. Но перед гонкой он просит, чтобы его перенесли с грязной стороны трассы на чистую. Он понимает, что после квалификации в асфальте есть застрявшие кусочки резины. И для лучшего старта ему нужна чистая сторона. И вот когда маршалы уже решают перечертить расстановку, как этого хочет Сена, вмешивается Международная автомобильная федерация и категорически запрещает какие-либо переносы. Ничего в гонке не меняется. С чистой стороны стартует Прост, с грязной аэротен Сена. И вот тут бразилец решает действовать радикально. Итак, гаснут огни, гонка начинается. Ален Прост с чистой стороны стартует намного лучше и выходит вперед. Благодаря этому он вправе выбрать траекторию в повороте. Но происходит следующее. Сена со всей силы давит на газ, не сбавляет скорость перед поворотом и даже не пытается повернуть. Со всей силы он целенаправленно влетает в болид Прост. Проще говоря, подбивает его. Прост и аэротен Сена выбывают из гонки. И это говорит о том, что французу уже никак не набрать необходимых очков, чтобы сравняться с Сеной. А, следовательно, чемпионство в сезоне автоматически достается бразильцу. Публика тут же делится на два лагеря. Одни поддерживают бразильцы и говорят, что сами бы поступили ровно так же. Вторые же резко критикуют Сену. Мол, ради титула он подверг опасности не только свою жизнь, но и жизнь соперника. Судьи же на все происходящее на этот раз просто закрывают глаза и не вмешиваются. По сумме предыдущих очков, Айртен Сена становится чемпионом 90-го года. Сразу же после сезона Сена дает интервью трехкратному чемпиону Формулы-1 Серу Джеки Стюарту. Бразилец говорит, что Прост знает его достаточно хорошо, поэтому он мог предугадать случившееся. И также заявляет, что аварии он никак не мог избежать. Стюарт пытается переубедить Сену, но не получается. Айртен все время говорит, что это вина самого просто. Когда Стюарт указывает Айртену на число его аварий за последние сезоны, бразилец в очередной раз заявляет, что он как боролся, так и будет продолжать бороться за победу. И вспоминает, что Прост отнял у него победу в 89-м году, когда побежал к судьям и попросил наказать Сену. Так что квита. Когда садитесь за руль и мчитесь к победе, второе или третье место не значит для вас ничего. Победа — это самое важное. Все остальное — следствие. В межсезонье перед 91-м годом Сена вновь улетает в Бразилию и спокойно готовится к новой битве с Простом. Они оба уже привыкли соперничать друг с другом, но в команде последнего был один минус. Феррари строит медленный болид и главным конкурентом для Сена становится уже не прост, а пилот команды Уильямс — Найджел Мэнсел по прозвищу Британский Лев. Также в Формуле-1 меняется и система начисления очков. Теперь учитываются все результаты сезона, а не 11 лучших финишей. Перед командами появляется новый вызов. Сезон 91-го года начинается с победы Айритона в США, но после финиша Сена заявляет инженерам, что болидом управлять стало тяжелее, он недоработан и в нем нет баланса. Его нужно полностью переделывать. Макварен создает себе небольшой отрыв от команды Уильямс, но расслабиться не получается, ведь вторая гонка сезона — Гран-при Бразилия. Айритон Сена выступал в Формуле-1 уже 7 лет, побеждал практически на каждой трассе, но дома он никак не мог выиграть. Итак, все команды летят в Бразилию. Айритон Сена перед родными трибунами выигрывает квалификацию и бьет рекорд трассы. Он получает себе первое место на старте. На следующий день машины выстраиваются на решетке, зрители ждут начала гонки, и дирекция дает старт. Сена сразу же вырывается вперед, а прямо за ним идет борьба между пятью командами. Победителем из схватки выходит Мэнсел, который тут же начинает активно прессинговать Сену и садится на хвост. Мэнсел все время атакует Сену, но Айритон не дает ему пройти вперед. Когда у обоих резина была уже практически стерта, пилоты отправились в боксы, чтобы поменять колеса. У Сену все происходит без заминок, и он быстро возвращается на трассу, а Мэнсел же застревает на пидстопе на 15 секунд и возвращается в гонку четвертым. Битва за Бразилию продолжается. Сену все время лидирует и никому не дает подступиться к себе. Он идеально проходит поворот за поворотом. На 50-м круге Иоанн и Мэнсел вновь меняют колеса на пидстопе, а на 60-м круге Мэнсел и вовсе выбывает из гонки из-за проблем с болидом. И вот, казалось бы, все. Победа. Главный конкурент вылетел, ты идешь первым, осталось всего ничего и победа на родине, о которой ты так долго мечтал, твоя. Но проклятие Гран-при Бразилии вновь с Сеной играет злую шутку. На его болиде внезапно отказывает коробка передач, и он оказывается в такой ситуации, что ехать может только при шестой передаче. При этом нужно еще при этой шестой передаче на тормозах попадать в повороты, а после долго разгоняться. Мотор, который стоит буквально в паре сантиметров от спины гонщика, раскаляется до предела. Сена зажат в адской капсуле и теряет лидерство. Любой бы на его месте сошел бы с гонки. Но Сена настоящий фанатик, он продолжает ехать. Остается только надеяться на чудо. Под конец гонки Сена догоняет Рикардо Портрезе из Уильямс и сидит у него на хвосте, а за три круга до конца Портрезе и вовсе выбывает. Сена вновь оказывается первым на трассе. Остается продержаться всего несколько километров в сломанном болиде. Комментаторы в рубке сходят с ума, зрители на трибунах затаили дыхание. Перегретый болид Айртона Сена проходит последний поворот и начинает разгон по финишной прямой. Клечатый флаг и Айртон Сена пересекают финишную черту первым. У зрителей на трибунах случается эйфория. Все ликуют, что Айртон Сен победил на родине. К его болиду бегут члены команды и также несутся медики. Сену достают из перегретого болида и срочно везут в бокса команды. Он полностью изможден, тело сводит судорогой и он сам не может двигаться. Когда Айртон оказывается в боксах, команда хочет поздравить его с победой, но Сена громко кричит «не трогайте меня». Он видит своего отца, с трудом обнимает только его и рыдает. А затем его под руки уводят на церемонию награждения. Айртон выходит на подиум и поднимает над головой бразильский флаг. Победа на родине стоила ему практически жизни. Ну как бы то ни было, победа победой, но всем стало очевидно, что сезон будет крайне непростым. Следующие две гонки снова выигрывает Сена, но в пятой гонке Айртон не финиширует, а Менсел набирает очки и подступается все ближе к чемпионству. Перед гран-при Бельгии разрыв между Сеной и Менселом составлял всего 8 очков. И Менсел продолжал отыгрываться. Но вот что интересного произошло перед заездом в Бельгии. Незадолго до начала гран-при в прессе появляется громкий заголовок. Пилот команды Джордан Бертрана Гашо суд поместил на 2 месяца в тюрьму. Владелец команды Эдди Джордан в панике ищет замену своему гонщику и компания Мерседес предоставляет ему своего пилота из гоночной программы спорткаров. Юный пилот врет, что идеально знает трассу и так получает свой шанс в Формуле 1. Имя этого пилота Михаил Шумахер. Его еще никто не знает, но именно он вскоре и станет новым соперником Сена. А после побьет многие рекорды и надолго закрепит за собой статус самого успешного гонщика в истории. В Бельгии 1991 года Сена берет пол и выигрывает гонку, а Менсел сходит с дистанции. Всего Найджел побеждает 5 раз за сезон и занимает 2 вторых места. Сена выигрывает 6 раз и опережает Менсела на несколько очков. Сена лидирует в личном зачете, но Менсел сохраняет шансы на чемпионство. Судьба титула по традиции для Сена вновь решается в Японии. Квалификацию в Японии Сена заканчивает вторым, а Менсел третьим. Первым же стартует пилот Макларена Герхард Бергер. После старта Бергер сохраняет лидерство, а Эртон несется вторым. Его преследует Менсел. Но на десятом круге британец ошибается на торможении и вылетает с трассы. Все комментаторы в секунду поздравляют Сену с чемпионством, так как Менсел уже не сможет набрать необходимое количество очков. Это понимал и сам Сена, находясь на трассе. И вот тут хочется немного рассказать о крутости Сена как человека. До этого мы много говорили о том, что он не командный человек, что он постоянно атаковал просто и других. Но на гран-при Японии 1991 года Сена сделал следующее. Он обогнал Бергера, лидировал на трассе, но незадолго до финиша притормозил и пропустил Бергера вперед. Сена понимал, что он при любом раскладе чемпион сезона, но решил дать насладиться победой в гонке своему коллеге по команде и выразил тем самым респект за помощь в сезоне. Что же касается Алина Просто, то в том сезоне он не выиграл ни одной гонки. Команда Феррари обвинила его в провале, а сам же Прост заявил, что на их телеге невозможно вообще ничего завоевать. В итоге, после такого высказывания, Феррари решили отстранить Просто. А сам же Француз, находясь в подавленном состоянии и злосте, заявил, что следующий сезон он просто пропустит и не будет ни с кем гоняться. Что происходит в межсезонье с другими командами? Уильямс делают все, чтобы устранить ошибки прошлого года и Найджел Мэнсел получает самый совершенный болид в истории Формулы 1. Идеальные шасси, мощный мотор и компьютерные мозги, которые помогают пилоту в управлении. Все понимают, что Сене придется теперь ой как непросто против Мэнсела. Уже с первой же гонки сезона 92 всем стало ясно, кто станет чемпионом. Найджел Мэнсел в новинком болиде выступает просто безупречно и выигрывает пять раз подряд. Тем самым, он бьет рекорд Айртона Сене по количеству побед с начала сезона. Сам же сезон 92 года для Сена шел крайне непросто. Все видели, что ему трудно конкурировать с Мэнселом и его супер болидом. Однако Сене мог еще переиграть его на мастерстве и безумии. Но именно в этом сезоне Сене отодвинул это все на второй план и стал проявлять человеческие качества. На гран-при Бельгии, когда он переиграл Мэнсела и несся к своей победе, Сена заметил, как гонщик команды Лежье Эрик Кама оказался посреди прямой на разбитом болиде. Сена тут же остановил свой болид, выпрыгнул из него, нарушая все правила безопасности и рванул вытаскивать Каму из машины. Многие отмечают, что именно благодаря Сене Кама остался жив, так как бразилец в последнюю секунду успел отключить всю электронику в болиде и не дал ему загореться вместе с пилотом. Тем самым Сена пожертвовал своей победой, чтобы спасти гонщика, который даже не являлся ему конкурентом. Как итог за это спасение, Сена сильно отстал от Мэнсела, а за пять гонок до конца сезона Мэнсела вовсе уже являлся безоговорочным чемпионом. Айртен Сена сезон 92-го года закончил лишь четвертым. Его болид не был настолько крутым, как у команды Уильямс. Плюс ко всему, молодой шумахер стал показывать свое мастерство на трассе. И Сена это прекрасно видел. Сам же бразилец заявил, что его команда не справилась с сезоном из-за недоработанного болида. И плюс ко всему, в этом сезоне не было Алина Просто, главного соперника и ориентиры для Сена. Что еще хочется сказать про сезон 92-го года? Этот сезон впервые стал транслироваться на российских телеэкранах в полном объеме. В том объеме, к которому мы привыкли. Квалификация Гран-при. То есть картинку и гонку, за которой следит половина мира. И все это мы увидели после распада Советского Союза. Было ли это культурным шоком? Ну, честно говоря, нет. В Советском Союзе о Формуле-1 тоже знали. В спортивных газетах, прежде всего. Ну, в спортивных газетах. В каких? В советском спорте. В журнале за рулем. Журналисты время от времени писали статьи о Формуле-1 и о пилотах. И даже иногда публиковались сводки. Кто за кем, какая там происходит ситуация в борьбе за чемпионский титул. Кто что выиграл и так далее. А вот в 1986 году, и это я хорошо помню, был показан часовой отрывок Гран-при Формулы-1. Который проходил в Венгрии на трассе Хунгара-Ринг. И в этом заезде участвовал и Мэнсел, и Прост, и Нельсон Пике, и, конечно, герой нашего выпуска Айртон Сенна. Я этот выпуск хорошо помню. Его показывали в усеченную версию. Говорили, что из-за цензуры. Не знаю, что там цензурировать было. Ну, на самом деле, просто гонка длинная. И таких слотов не было в советском телевидении. Поэтому порезали. Показали целый час. И, на самом деле, они об этом писали в газетах в том же советском спорте на следующий день. И я помню, что мы, ну, мальчишки еще, 86-й год, соответственно, мне 11 лет. Мы настолько прониклись этой трансляцией, что взяли там игрушечных машинах и разыгрывали эту гонку в Формулу-1. А у нас гонялись машины там переворачивались. В общем, в какой-то момент нас это захватило. Не могу сказать, что с тех пор мы стали играть каждую неделю в машинке и изображать Формулу-1. Нет. Но какой-то период мы в это играли. Так что в какой-то степени мы знали о том, что из себя представляет Формула-1, и кто там самые крутые пилоты. Ну, просто с 92-го года широкая аудитория стала знать об этом еще больше. Но перед сезоном 93-го года появляются слухи о возвращении Простов. Говорят, что он отдохнул и уже тестируется в какой-то небольшой команде. Все гадают, где же окажется великий француз. В итоге случается сенсация. Пресса гремит заголовками, что Аллена просто подписала команда Уильямс. Когда об этом узнает Мэнсел, он со скандалом покидает команду. Мол, с ним никто это не согласовывал. И выступать с Простом в одной команде он не собирается. Что в этот момент происходит с Сеной? Айртон Сена просит команду Уильямса подписание с ним контракта, поскольку место Мэнсела освободилось. Сена видел и знал, что Уильямс самый быстрый болид на свете. И он всячески хотел перейти в их команду. Плюс ко всему, вернулся Прост. А следовательно, можно вновь устроить бой, как когда-то в Макларене. Руководство команды Уильямс не против Сена, однако позже выясняется следующее. Аллен Прост в свой контракт включил запрет на приглашение Айртона Сена в коллектив. С Простом пытаются договориться, но тот стоит на своем. Он не хочет и близко видеть Сену рядом с собой. В итоге Уильямс ничего не могут с этим поделать и отказывают бразильцу. Айртон Сена публично называет просто трусом и оказывается в ситуации, когда одни не могут принять его в команду, а с другими он не хочет больше работать из-за слабенького болида. Но взять и просто уйти из сезона он тоже не может. В итоге Айртон Сена продлевается еще на один сезон с Макларен. Но помимо всех рабочих трудностей, были и плюсы в жизни Айртона Сена. В сезоне 1993 года Айртон заприметил девушку в короткой юбке, которая работала так называемой грит-герл. Проще говоря, девушка пиарила компанию Shell перед заездами. Имя этой девушки Адриана Голестелла. Когда ее увидел Сена, он влюбился по ушам. Между ними закручивается роман, о котором начинает турбить пресса, а к третьему гран-при сезона они официально становятся парой. В интервью Айртон Сена заявляет, что влюбился как никогда и все больше начинает думать не о гонках, а о свадьбе. Что же касается сезона в целом, то зрители вновь увидели противостояние Сена и просто. Плюс ко всему, все видели набирающего обороты Шумахера, который выступал за команду Бинеттон. И вот эти трое и стали главными звездами сезона, а чемпионом досрочно стал Прост. Новороченный болид Уильямс никому не оставлял шансов на победу. Сразу же после досрочной победы в сезоне Прост заявил о завершении своей карьеры. Одни биографы говорят, что сделал он это потому, что хотел уйти непобежденным. Другие же выдвигают конспирологию, якобы просто ушел из формулы, потому что Уильямс наплевали на его контракт и все же подписали Айртона Сену в сезон 94. Но как бы то ни было, Аллен Прост действительно завершил свою карьеру и тем самым положил конец противостоянию двух главных гонщиков своего поколения. На последнем совместном подиуме, когда Сена победил в Австралии и эта победа уже ничего не решала, Бразилиц пригласил уходящего на покой Просто на первую ступень и крепко его обнял. После ухода Просто, Айртон Сену стал ощущать пустоту и терять стимул гонки. Он не скрывал, что для него Формула-1 это битва с Алленом Простом. Именно благодаря ней он продолжал давить на газ. В межсезонье Сена часто звонил Просто и просил его вернуться в гонки. Но тот категорически отказывался. А потом Просто вовсе заявил Сене, что будет болеть только за него. Из злейших врагов они становятся хорошими друзьями. И именно так и начинается сезон 94. Последний сезон Айртон и Сена. Сезон резко начинается с проблем. Во-первых, сразу же как Сена переходит Уильямс, Международная автомобильная федерация вводит запрет на все технологические и компьютерные новшества команды. Федерация хочет приравнять все команды к более-менее единым стандартам. Во-вторых, Бразилиц сходит с трассы в первых двух гонках сезона и идет в зачете с нулем очков. Сена планирует отыграться в третьей гонке, которая должна пройти на автодроме Энси и Дина Феррари. Все команды прибывают на гран-при Сан-Марино. И там начинает происходить вообще что-то непонятное. Словно какой-то злой рок повисает над трассой. В истории этот этап Формулы-1 войдет как черный уикенд. Сначала Рубенс Баррикелло во время пятничной практики попадает в жесткую аварию. Его болид подолетает на бордюре, врезается в ограждение, а затем переворачивается. От такого удара Баррикелло теряет сознание, а потом у него диагностируют переломы и ушибы. На следующий день случается событие еще страшнее. Во время квалификации в жуткую аварию попадает австрийский гонщик Ролан Ротценбергер из команды Симтек. Он повреждает переднее антикрыло, болид срывает на одном из поворотов и он влетает в бетонный барьер. Вертолетом пилота доставляют в госпиталь в Болонье, но врачам не удается спасти его жизнь. Ротценбергер умирает в результате перелома основания черепа. И вот после двух таких случаев многие пилоты, в том числе и Айр Тонсена, призывают отменить Гран-при Сан-Марина. Никто не хочет выходить на трассу после гибели Ротценбергера. Руководство Формулы-1 выслушивает доводы всех команд, уходят совещаться и спустя время возвращаются с решением. Уикенд продолжается, заезд не отменяется. И вот наступает 1 мая 1994 года, воскресенье. Однажды этот день придет. Он придет. Сегодня или через 50 лет. Единственное, в чем можно быть уверенным – он придет. Айр Тонсена о смерти. Айр Тонсена с самого утра будто бы сам не свой. Многие замечают, что он на нервах и очень сильно переживают утра Торценбергера. Сена просит организаторов о следующем. Если вы не отменяете эту гонку, то хотя бы добавьте на пьедестал австрийский флаг в знак памяти о нашем друге. Руководство Формулы такой просьбе не возражают. Еще один австрийский флаг Сена берет с собой в болид перед гонкой, чтобы взмахнуть им на финише и выразить тем самым респект Ротценбергеру. Итак, начинается гонка. Пилоты занимают места на решетке. Гаснут огни, болиды начинают движение и тут же происходит новая авария. Пилот Бенетон глохнет на старте и в суматохе в него врезается Педро Лами из Лотус. Руководство Формулы-1 останавливают заезд и просят о рестарте гонки. Злой Рок просто не уходит с трассы и вся эта атмосфера еще сильнее начинает давить на пилотов. Но деваться некуда. Случается рестарт заезда, раздается привычный гул и все срываются со своих мест. Сена несется первый, Шумахер следом. Оба проходят первый крутой поворот, все нормально. Затем они проходят и второй крутой поворот, тоже без происшествий. И вот пилоты разгоняются и приближаются к третьему крутому повороту. Скорость у обоих запределенная, Сена выжимает 209 км в час, но почему-то не поворачивает и на полной скорости влетает в бетонное ограждение. Удар приходится настолько сильным, что обломки болида Сена начинают падать с неба на другие проезжающие машины. К Сене бегут маршал, они машут красными флагами, дают сигнал о том, что срочно нужна помощь. В этот момент режиссер переключает камеру и трансляция начинает идти с вертолета. Весь мир в прямом эфире видит разбитый болид, в котором находится Айртон Сена. Он не двигается. Спустя пару минут на место аварии приезжает медицинская бригада во главе с профессором Уоткинсом, главным врачом Формулы-1. Он аккуратно снимает с Айртона Сена шлемы, раскрашенные под флаг Бразилии, и видит, как из головы пилота вытекает кровь. Следом подлетает и медицинский вертолет, в который срочно грузят тело Сена и отправляют в госпиталь. В 3 часа дня вертолет приземляется в госпитале в Болоне, врачи начинают бороться за жизнь пилота, и мир замирает в ожидании новостей. Спустя полтора часа врачи заявляют прессе о том, что Айртон Сена серьезно повредил мозг и находится в коме. Его подключили к аппаратам жизнеобеспечения. В это же время семья Сена на другом конце света пытается вылететь в Италию к сыну, чтобы побыть рядом с ним, но они не успевают. В 18.37 врачи вновь выходят к журналистам и сообщают, что у Айртона Сена остановилось сердце. Он умер, не приходя в сознание. Все поклонники Формулы-1, команды и пилоты погружаются в траур. Никто не сдерживает слез после новостей о гибели Сена. Шумахер, который закончил эту гонку первым, позже скажет, что это была самая горькая победа в его жизни, и что он до последнего верил и надеялся, что Сена выберется из кома, ведь он должен был еще раз стать чемпионом Формулы-1. Как я узнал о гибели Айртона Сены? Я помню, что был разворот метро. Я, соответственно, еду в университет, и люди в руках держат газеты, и что они там держали. Ну, либо советский спорт, либо спорт экспресс, он тогда уже появился. И вот этот огромный разворот, гибель на трассе. И шота этих фотографий. Разбитый болид, потом съемка с вертолета, как вытаскивают тело. То есть это была такая трагедия. Я не могу сказать, что все мы замерли в ужасе от этой трагедии, нет. Потому что Формула-1 не была, да и сейчас, наверное, не является топ-5 увлечений для спортивного болельщика. Но это вот те моменты, когда ты понимаешь, что ушел из жизни кто-то великий. Потому что люди, которые разбирались в Формуле, уже тогда, в общем, была спортивная пресса, писали о том, как проходила карьера, о войне вот этой между Сенной и Альным Простом. И все, конечно, это прочитали, и тогда это было большой трагичной новостью. И, конечно, все об этом знали, и в новостях это в телевизоре показывали. Но вот первое, что я помню, это метро по дороге в институт и люди с разворотами. И там на развороте газеты вот эти фотографии. Так что же произошло на том самом повороте и почему Великий Волшебник и Человек Дождя не смог повернуть? Версий конспирологии достаточно. Одни винили во всем болит, мол, его плохо собрали для Сена и на повороте сбилось управление. Другие же говорили, что сам Сена не справился с управлением. В эту версию мало кто верил. Потому что все понимали, что Сена-то уж точно всегда справляется со всем на трассе. Еще выдвигалась версия о том, что на трассе было обновлено покрытие и многие пилоты жаловались на сцепление. В общем, версий о гибели Сены полно. Некоторые даже заявляли о проколе шин. Но официальная причина появилась гораздо позже. Аэротен Сена врезался в ограждение в результате потери управления над болидом из-за поломки рулевой колонки. После удара о стену на скорости 209 км в час, рычаг подвески отлетел гонщику прямо в шлем, вследствие чего пилот получил травму и погиб. Сразу же после этого из команды Уильямс был отстранен их главный конструктор Эдриан Ньюи. Он обвинялся в непредумышленном убийстве. Разбирательство длилось 3 года. Но в итоге суд постановил, что вины конструктора не было. А еще спустя 10 лет прокурор заявил, что Ньюи руководил созданием машины, но не отвечал за ее технические модификации. Мол, винить нужно технического директора команды Патрика Хеда. Но его уже не обвинить, поскольку срока давности лет по непредумышленному убийству истек. В общем, за смерть Айртона Сены ответственность не понес никто. Айртона Сену похоронили 4 мая 1994 года в Сан-Паулу на кладбище Марумбе. Последний путь великого гонщика провожали десятки тысяч человек, которые следовали за гробом, накрытым бразильским флагом. Незадолго до гибели Айртон Сена вместе с сестрой решили помогать детям из малообеспеченных семей. Специально для этого бразилец открыл свой фонд и успел составить завещание, в котором просил все заработанные им деньги отправить на благотворительность. Так и произошло. Фонд работает по сей день. Ну и чтобы закольцевать историю, хочется сказать вот еще о чем. Сестра Айртона Сены очень тяжело переживала смерть своего брата и долгое время даже не могла приезжать рядом с гоночными трассами. Но ее сын Бруно Сена стал гонщиком и даже выступал за команду Уильямс в Формуле 1, как и его великий дядя. Это была история Айртона Сена, невероятного гонщика, который ради победы спокойно шел на таран, подрезал, провоцировал. А уже в следующей гонке выскакивал из болида и ценой собственной жизни бежал помогать другим пилотам. С одной стороны безбашенный гонщик, а с другой стороны настоящий человек. Что еще советуем почитать и посмотреть про великого пилота? Документальный фильм Сена 2010 года, а также книгу Кристофера Хилтона «Айртон Сена. Жизнь на полной скорости». Ну и еще Netflix готовит художественный фильм про Айртона Сена. Ну а также подписывайтесь на канал, на телеграм-канал Сергея Минаева, ну и на мой. И до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok